Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем интересный случай – это шелушение рук после петтинга. Ко мне, учитывая, что я занимаюсь половыми инфекциями, часто обращаются люди, которые увидели что-то необычное после того или иного сексуального контакта, часто перед этим их высмеивают в КВД и считают, что это какие-то психиатрические дела, часто даже посылают психиатрам, однако часто достаточно просто поговорить с человеком, объяснить ему, что это не имеет отношения при необходимости взять те или иные анализы, которые действительно докажут данную позицию. Итак, к нам обратилась девушка, у которой было шелушение околоногтевой кожи приблизительно в районе двух недель назад, у нее был случай петтинга, это когда руки касались гениталий, однако гениталий не соприкасались, мужские и женские. Соответственно, она касалась мужских гениталий, через некоторое время у нее развелся вот такое шелушение в области околоногтевой, соответственно, постоянно думая о том, что она могла чем-то заразиться, она, в общем-то, в принципе, обратила внимание на это поражение. Придя в КВД, в общем-то, ей сказали, что анализы сдавать еще рано, полового контакта не было, в этом тогда смысла нету, но в этом можно частично согласиться. При осмотре был виден вот такой участок наслоения чешуек или гиперкератоза, как это называется в медицине. Что такое гиперкератоза вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. Так вот, в общем-то, здесь, конечно, можно было и мы исключили соскобы с данного новообразования и из-под него на бледную трепанему, на разные типы герпеса, это было сделано, был взят также соскоб на грибок, однако все это оказалось отрицательным. Естественно, что брать анализы на сифилис и спидгепатиты спустя две недели от момента контакта было бесполезно, в принципе. В общем-то, это мы сделали позже, но и данные анализы тоже оказались отрицательными. Пациентка длительное время, в принципе, носила шелак, как вы видите на фотографии. Соответственно, был сделан вывод о том, что все-таки это токсико-аллергическая реакция на шелак, шелак было рекомендовано снять, в общем-то, данный гиперкератоз был снят кремом с мочевиной, другими размягчающими препаратами, была проведена противовоспалительная терапия, в результате которой, в общем-то, данное образование полностью разрешилось и пациентка успокоилась. Ну и, естественно, что я сказал, чуть позже мы сдали кровь на сифилис и спидгепатиты в необходимые сроки, что еще больше успокоило данную пациентку. Поэтому, в принципе, при любых каких-то подозрениях на половые инфекции, действительно, они в ряде случаев могут передаваться и не только при классическом половом контакте. Такие случаи хоть и редко, но встречаются. Однако в этом случае не надо паниковать, а достаточно обратиться к грамотному венерологу, сдать необходимые анализы и после чего, если это не относится к поражениям, вызываемым половым инфекциям, пролечить кожное поражение, что и было сделано. При необходимости диагностики и лечения различных половых инфекций, кожных заболеваний, вы можете обращаться к дерматологам и венерологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.